Война автомобилям. Зачем? На этой неделе выяснилось, кто заразил Рижскую думу ненавистью к автомобилям. Знакомьтесь, это профессор одного из парижских вузов Карлос Морена. Он автор концепции «Город за 15 минут». Суть ее в том, что люди должны жить, работать и отдыхать в пределах 15 минут пешком или на велосипеде. И тогда автомашины не нужны. Именно эту концепцию умного города продвигают правящие ригой хипстеры. Они предполагают, что человек работает либо удаленно, либо рядом с домом. Кругом аллеи, парки и улыбчивые велосипедисты с самокатчиками. Идиллия. Только вот вопрос. Как же ее достичь и где ее границы? А границы по Морена будут выглядеть вот так. В их пределах будет рай. А что за ними? А за ними остается вся остальная Рига и два из четырех мостов через Даугаву. Это означает, что пока население умного города гуляет по аллеям и вдыхает чистый воздух, глупый город стоит в пробках и никак не успевает измештимся на работу в Балдыраю. И по мнению зараженных Морена, это правильно. Нужно было получать нужную профессию, покупать квартиру в тихом центре и жить в раю. И еще одна идея Морена. Резкое сокращение парковочных мест в центре города. В Париже его послушались и сокращают их на 70%. Рига, маленький Париж. И нам предлагается то же самое решение. Но при этом и Морены, и противники автомобилей забывают, что в Париже есть метро. А наш общественный транспорт будет стоять в пробках вместе со всеми остальными авто. Еще они забывают, что у нас не Париж. У нас регулярно бывает зима, гололедица и даже снег. И не очень ты на велосипеде поездишь. Примерно пять месяцев в году. Так почему это все затевается в нашем городе? Ответ простой. Так сейчас модно. Это последний писк парижской моды. А Морена, по сути, гастролируется своими тренингами для депутатов по городам мира. Ну, прямо как психолог Лобковский. Только его слушают не одинокие женщины, а недалекие городские депутаты.